На улице уже кромешная ночь, а детям хочется кататься, поэтому мы собираем вот такой вот мини-стелс. Не знаю, как он тут называется. 12 дюймов, короче, размер. Что здесь по недостаткам? С самого начала. Начну, что он полностью разобранный, была самостоятельная сборка, в результате которой нам пришлось полностью разобрать велосипед, собрать заново. Смазка передней втулки и протяжка конусов. Смазка задней втулки и все протягивали, чтобы колесо легко крутилось. Заново закрепили все крылья, поставили везде вот здесь вот гаечки, которые с фиксаторов, чтобы ничего не разбалтывалось. Полностью разобрали каретку и собрали ее заново на очень большое количество литола. Для чего это делается? Там внутри подшипники открытого типа вот эта щель, видите, огромная щель. Через нее будет попадать грязь. Забиваем большим количеством литола, он подсыхает, забивается пылью и возникает такой небольшой пыльник из смазки. То есть вот дурацкая идея, но она, к сожалению, работает с советских времен. Дальше рам кривая. Значит, я не знаю, смогу ли я вам сейчас показать. В общем, между дужкой заднего тормоза, ножного и рамой, там проставочка стоит в виде гаечки. Что иначе просто-напросто колесо перекашивает. Что еще тут интересно? Рама очень маркая. Все приходится делать в перчаточках чистеньких. Соответственно, после всего этого протирать и обезжиривать. Что велик такой очень красивый, симпатичный, но беленький. Очень сильно он пачкается. Дальше это протяжка рулевой. Вставление руля по отметке ни выше, ни ниже, а так как надо. Протяжка всех винтов, педалей и так далее. Но самое слабое место, это здесь, конечно, вот этот вот узел. То есть, надо следить постоянно, что гайка затянута и ничего не будет люфтить. И на рулевой тоже следить, что гайка затянута и не будет люфтить. То есть, все, что можно смазать, мы смазали. Все, что можно протянуть, мы протянули. И, грубо говоря, на сборку этого велика, у которого нет ни тормозов, кроме ножного тормоза, ни переключателя, ничего, ушло порядка четырех часов. Соответственно, сборка даже вот такого самого простого велосипеда на данный момент обходится в тысячу рублей. Представляете? А это нужно для того, чтобы протянуть каждый винтик, каждую гаечку и смазать каждый узел. И сейчас я фоточку вставлю в это видео, покажу, что было на подшипниках внутри каретки. Это была металлическая крошка, которая, видимо, при сварке рамы попала внутрь рамы, а потом она вывалилась в каретку. Соответственно, все это мы продували, постучали, чтобы все это выпало. Вот изначально в подшипниках просто была металлическая стружка. Сейчас я вам фото это покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok